Ну вот, вот так вот у нас бурлит брага через 34 часа после внесения дрожжей. Идет довольно активное брожение. Все как обычно. Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 18 лет. Всем привет! Сегодня у нас будет видео, как затереть приличное количество свода. Ну, в данный момент будет мешок. Без особых танцев с бубном. Единственное, что понадобится минимум оборудования и довольно приличное количество емкостей. Потому как затор надо в какой-то емкости делать. Учитывая, что заторного котла на 100 с лишним литров у меня нет. Для того, чтобы затирать сразу мешок, даже на 100 литров хотя бы. Поэтому буду обходиться обычной синей бочкой на 160 литров. Ну, также буду использовать кубик для того, чтобы подготовить промывочную воду. Вот эти вот железки, которые здесь на столе. Это у нас будет проточный нагреватель. То есть, сюда вставляем стен. И здесь будет у нас сусло подогреваться. Здесь будет возвращаться обратно в бочку. Сюда оно будет подаваться с помощью вот этого насоса. Вот это у нас будет импровизированный фильтратор. Нужна на самом деле была просто трубка. Ну, трубки с резьбой у меня не нашлось. А вот до охладителя был. Все, что можно было, я здесь заглушил. Остальное, чтобы туда нигде дробина не попала. Получается вот такой фильтратор. Первые опыты я делал. Просто сюда ставил штуцер. Одевал шланг. Но в итоге базука ведет себя нестабильно. Может расположиться как угодно по отношению к дну бочки. И это не совсем хорошо. Поэтому я пришел вот к такой схеме. Жесткая трубка. Ну, в данный момент до охладителя. И базука. В бочку я уже набрал примерно 100 литров воды. Ну, а теперь собираю систему. Ну, вот система у нас практически собрана. Вот так вот на дне расположен фильтратор. Здесь будет возврат сусла. И все примерно вот в таком режиме. То есть, вот наш подогреватель с теном. Далее идет насос, который подключен к фильтратору. Единственное, что я еще не сделал. Это не запустил воду в насос. Так как у нас насос не самовсасывающий. Поэтому надо ему помочь. То есть, обычным шоферским способом. Ну, и вот. Вода в системе. Теперь нужно закрыть кран, чтобы самотеком вода не текла. И одеть штуцер на подачу, на наш подогреватель. Одной рукой, конечно, это все неудобно, но вполне возможно. Ну, теперь открываем кран. И запускаем насос. Температуру сусла будем контролировать по вот этому вот термостату. Вот сейчас пока вода 6 градусов. Вот такая вода у нас в системе водоснабжения. Ну, а теперь включаем насос. И будем включать нагрев нашей воды, чтобы она дошла до нужной температуры. Вот, видно, вода уже пошла. Теперь можно включать тэн. Тэн включаем сразу на полную мощность, чтобы максимально быстро прогреть воду. В любом случае, в первую очередь, нужно включать насос. Потому как тэн может быть не полностью покрыт водой до того, как насос включен. И он может выйти из строя. Поэтому сначала, в любом случае, включаем насос. Ну, здесь у нас процесс пошел. Вот даже видно, уже сразу начинает водичка. Температура расти. Было 6,1, вот 6,4, 6,5. То есть, довольно быстро. Ну, а теперь переходим к солоду. А вот и наш солод. Сегодня мы будем работать с криспом. Питет мальт. То бишь, копченый крисп торфяной. Теперь мы его размолим. Помол буду осуществлять на вот такой вот китайской двухвальцовой мельнице. Не шикарная вещь. Но, в принципе, на небольших объемах отлично работает и замечательно справляется. Распаковываю мешок и приступаю к помолу. А помогать при помоле мне будет вот такая вот дрелька Bosch. Очень удобно. Солод-размолот. Вот такая вот фракция. Это гораздо мельче, чем пивной помол. Потому как при пивном помоле нам нужна довольно крупная фракция для хорошей фильтрации. Здесь нам фильтрация не особо нужна. Здесь более важно извлечение максимального количества сахаров. Поэтому размалываем помельче. Но без фанатизма, чтобы все-таки фильтрация была. Поэтому использовать там всякие разные зернодробилки не получится. Так как вот здесь видно, что остается шелуха, которая и создает нам фильтрующий слой. Если пользоваться зернодробилкой, шелуха тоже перемалывается. Никакой фильтрующий слой не получается. Поэтому нужно как можно мельче, но надо находить баланс, чтобы и фильтровалось, и максимально экстракция нужных нам веществ была из солода. Поэтому вот так. Теперь ждем пока вода нагреется до 65 градусов. И будем вносить солод. Ну вот температура достигла 65 градусов. Теперь выключаем нагрев в первую очередь. И отключаем насос. Чтобы ничего нам не мешало вносить солод. Солод будем вносить вот в таком состоянии. Когда ничего не греется, ничего не течет. Для того, чтобы солод вносить, я приспособил вот такой вот мешок для затирания древний. Донышко я у него вырезал. Чтобы вносить было удобнее. Ну и пыли было меньше. Жаль, конечно, что мешок был довольно короткий. Если бы он был подлиннее, то проблему с пылью можно было бы решить практически полностью. Ну а теперь перед внесением солода берем, размешиваем воду. Делаем небольшой водоворотик, чтобы там при внесении было хоть какое-то движение воды и солод более-менее равномерно сразу распределялся по затору. Ну и приступаем к засыпи. Ну вот о чем я говорил. Если бы был мешок подлиннее, проблему с пылью можно было решить практически полностью. Теперь перемешиваем наш солод. Ну и таким же образом будем засыпать остальной. Пытались затирать я на виске, потому как, ну не знаю, в белом виде дымные дистилляты. Ну не думаю, что это очень хорошая идея. Хотя, почему нет? Ну вот так вот выглядит наш затор после внесения солода и перемешивания. Стоит обильная пена, что уже хороший показатель, значит, процессы пошли. Температура упала до 61,5 градуса. Поэтому сейчас будем включать насос. Так, для начала мы наш насос, кран перекрываем и включаем насос. А теперь слегка начинаем открывать кран. Почему? Потому что если насос открыть, дать ему полную производительность, то наш фильтрующий элемент, то бишь базука сразу забьется всякими разными штучками и в том смысле дробиной и перестанет через него проходить сусло. Поэтому настраиваем такое не очень быстрое перекачивание сусло и одновременно с этим включаем нагрев. нагрев я буду включать не сильно, а где-нибудь примерно ватт на 300. ну вот 306 ватт. Вот так пусть и будет. Теперь пусть температура затора медленно-медленно поднимается и я буду поднимать ее вот так вот до 67 градусов. Совсем не торопясь. То есть как бы затирание будет идти по восходящей с повышением температуры. Затирать в общем и целом я буду где-нибудь часа 3. Хотя в принципе на импортный солод много времени на затирание не нужно, но лучше перебдеть. Лучше пусть все осахарится получше и выход будет побольше. температура у нас поднялась до 67 градусов поэтому отключаем нагрев да что еще хочу добавить вот пока все затиралось я каждые 10-15 минут перемешивал затор и еще что хочу добавить этот раз затор до 67 градусов нагревался довольно долго почему потому что прошлый раз я бочку утеплял то есть я ее оборачивал пледом и все было довольно быстро сейчас теплоотдача от бочки большая поэтому мне чтобы дойти до 67 градусов пришлось увеличить мощность до 1,3 киловатта и с такой мощностью все это дело доходило два с половиной часа ну теперь оставлю на часик без нагрева работать в обратном затирании то есть понижением температуры в емкости также буду каждые 10-15 минут затор перемешивать если посмотреть вот в шланге уже сусло довольно прозрачное хорошее ну а теперь перерывчик еще на час прошел еще час затирания температура упала практически до 60 градусов то есть в общем и целом затирание у нас заняло три с половиной часа давайте-ка сделаем йодную пробу почему нет очень интересная штука берем сусло прямо отсюда из струи и капаем сюда йод и вуаля йодная проба пройдена все отлично йод цвет не меняет ладно давайте пойдем другим путем ну или по-другому давайте попробуем эффект сани мочалова берем и перемешиваем наше сусло с дробиной перемешали набираем сусло прямо со взвесью и всем остальным вот оно и давайте попробуем пройти йодную пробу посмотрим что из этого получится оба на как видно йод начал темнеть да он не стал черным он не стал синим но он явно посерел и вот вам эффект сани мочалова ну а на самом деле все очень просто то есть когда мы делаем йодную пробу на прозрачном сусли там нет никакой взвеси то есть взвесь это может быть белок крахмал все что угодно а без взвеси крахмала там не будет потому что крахмал в воде не растворим и поэтому даже после трех с половиной часов осахаривания импортный солод не осахарился на сто процентов полностью это для чего я вам показал для того что то что рассказывают сказки что осахаривание достаточно там 15 минут час полтора бред полный на самом деле солод не осахаривается как видите даже за три с половиной часа хотя это хороший импортный солод но с другой стороны есть определенные условия и не осахарилось там совсем немножко поэтому мы будем приступать к фильтрации и к отделению сусла выключаем насос первое что нам нужно это удалить наш проточный нагреватель он нам больше сегодня не понадобится то есть вот поднимаем выше сейчас не торопясь все сусло опустится на уровень с тем который у нас в бочке ну можно конечно приоткрыть немножко краник тогда это будет быстрее но до краника мне сейчас а ну все процесс пошел все слилось вот наклоняем чтобы максимально ушло и снимаем шланг с нашего обогревателя потому что нагревателя проточного потому что он нам сегодня больше уже не нужен пока на всякий случай краник закрою чтобы не было никакой лишней протечки ну а теперь мы включаем краник слегка после того как запускаем насос процесс пошел готовим емкость для перелива сусла вот она наша емкость ну и мы пытаемся пережать и начинаем сливать сусла в нашу емкость сливаем не торопясь для того чтобы оно более-менее хорошо отфильтровалось и было максимально чистым особенно в самом конце после того как уже появится дробина нужно сливать очень-очень медленно потому что в дробине сусла начинает с нее опускаться вниз и если будет довольно быстрая работа насоса то сусла не успеет опуститься зацепит фильтратор воздух и фильтрация у нас закончится поэтому пока что медленно но уверенно фильтруем ну а также у нас уже поставлен бак с промывочной водой и температура уже 70 градусов но я уже выключил пусть немножко температура упадет потому что промывочную воду мы будем заливать порядка 68 градусов вот сейчас я увеличу да вот видно 76 на данный момент температура теперь медленно и уверенно сливаем сусла с дробины во время слива первой воды я обычно ставлю разбраживать дрожжи то есть я набираю в кружку примерно 250 миллилитров воды и добавляю сюда примерно столько же первой воды сусла нашего ну а теперь перемешиваем и проверяем какая у нас получилась температура все падает все сыпется смотрим нормальная для нас температура порядка от 30 до 35 градусов ну в данный момент чуть больше поэтому добавим еще немножко водички холодной также все перемешиваем и замеряем ну вот все в нужных пределах то есть прекрасно видно что температура 32 с половиной градуса вносим дрожжи те кто постоянно смотрит мой канал знают что я предпочитаю дрожжи бсг дрожжи это америкосовские хорошие дрожжи которые мне очень нравятся поэтому для всех зерновых я использую именно их дрожжи так теперь надо еще оборвать эту контрольку ну и вносим наши дрожжи обычно до того момента пока все отфильтруется промоется дрожжи успевают замечательно разбродиться а давайте-ка посмотрим какая у нас плотность сусла в первой воде вот возьмем наш рефрактометр польем на стеклышко закрываем смотрим чтобы воздушных пузырей не было ну и смотрим ну у меня здесь в 16 с половиной ну вот замечательно видно продолжаем работать первая вода еще не до конца слилась а дрожжи у нас уже вот образовали вот такую вот шапочку будем ее перемешивать да на примерно 140 литров сусла я использую 50 граммов дрожжей хотя по инструкции их нужно 50 граммов на 100 литров но они замечательно справляются и меня все устраивает вот вот в данный момент видно что сусла в нашем заторнике заканчивается и уже насос начинает хватать воздух сейчас пока насос работает пусть он еще откачивает как только завоздушится прекращаю и заливаю промывочную воду насос завоздушился подача сусла в емкость прекратилась поэтому насос выключаем и начинаем промывку вот если посмотреть температура промывочной воды у нас в данный момент 68,3 градуса ну в принципе так же как было задумано заливаем порядка 30-35 литров промывочной воды вода пошла ну дальше снимать пока особо нечего заливаем воду перемешиваем и далее включимся нужное количество воды промывочной мы залили это уже будет вторая вода насос пока вода заливалась я слил все опустошил и теперь нам нужно опять насос наполнить водой это ну обычным шоферским способом ну вот видно вода заполнилась вот видно уровень воды теперь проступаем приступаем промывки то есть сначала я все перемешиваю а потом включаю насос и опять же не на полную мощность чтобы фильтрация была нормальной чтобы наша базука не забивалась и все отлично фильтровалось вот я перемешал и теперь закрываю кран на насосе и включаю насос в сеть ну а теперь начинаю приоткрывать кран ну наверное чуть чуть больше вот видно циркуляция пошла ну и пусть так оно циркулирует в течение часа опять же буду периодически помешивать во-первых мы выполняем промывку во-вторых ну может быть что-то немножко доосахарится идет первая промывка ну а теперь давайте взглянем на наши дрожжики а дрожжики наши опять шапка мы ее снова сбиваем я показываю это не просто так просто были уже случаи когда люди говорили что брали такие дрожжи их ставят на разбраживание они ложатся на дно и ни в какую наступило время сливать первую промывочную воду ну или как говорят вторую воду ничего выключать не буду просто переброшу и все как раз сусло течет вообще идеально прозрачное и так сливаем вторую воду да вот еще раз повторюсь сусло течет вот такой идеально чистая давайте посмотрим на плотность сусла которая сейчас течет то есть плотность воды промывочной первой накрываем смотрим ну ну я вижу почти 9 вот так вот отлично видно что практически 9 вода вода 30 литров второй воды отобрано пока воздух не пошел а поэтому я просто-напросто перекрываю кран перебрасываю шланг обратно на промывку и включаю третью воду дабы потом опять насос не опорожнять не заполнять чтобы геморроя было меньше ну и открываю из котла третью воду вот и третья вода отработала все промылось а поэтому начинаем слив вот такая вот струйка пережимаю в шланг и перекидываю в емкость кстати а давайте посмотрим какая у нас сахаристость у третьей воды что я там вижу ну ни много ни мало четверочка рисуется что тоже прибавка к пенсии в данный момент замечательно видно что шланг что шланг уже начинает поступать воздух то есть жидкость в нашем заторном и фильтр чане заканчивается поэтому поэтому фильтрация подходит к концу а соответственно теперь беру и наши емкость я отодвигаю в сторону а из нашей бочки которая была заторным чаном фильтр чаном начинаю удалять дробину ну вот теперь наш заторный фильтр чан превратился в будущую бродильную емкость поместили в него все сусло и чиллер но чтобы мешалкой там не орудовать и чтобы потом насыщенность кислородом была максимальная мы сделаем вот так вот возьмем такой простенький компрессор аквариумный включаем его вот здесь в конце у меня обычный компресс камень для аквариума но над ним еще висит из нержавейки штучка для того чтобы его нормально утаскивало к дну бочки бочки опускаем опускаем и охлаждаем наше сусло потому как чиллер работает а благодаря нашему компрессору в бочке сусло циркулирует и будет довольно быстро охлаждаться теперь остается только следить за температурой вот в данный момент уже 40 градусов ждем температура затора опустилась до 30 градусов это отличный показатель для того чтобы вносить туда дрожжи поэтому перекрываем чиллер ну и удаляем откуда распылитель нашего насоса компрессора датчик температуры там тоже больше не нужен ну и соответственно удаляем сам чиллер ну а теперь перед внесением дрожжей давайте посмотрим какая же итоговая сахаристость у нас получилась ну около 14 по-моему очень даже неплохо ну вот практически видно теперь вносим дрожжи которые у нас замечательно разбродились я их уже здесь еще пару раз взбивал шапку давайте их перемешаем и вносим в наше сусло вот и отлично сейчас у нас начало первого ночи 13 февраля 2021 года вот часы 15 минут первого ночи затор завершен дрожжи внесены посмотрим что будет с нашим затором с утра итак время 9.20 то бишь прошло 9 часов после внесения дрожжей ну и посмотрим что у нас там творится вот видно что брожение уже идет активного брожения еще пока нет обычно самое активное брожение через сутки после внесения дрожжей а через двое суток брожение уже остаточное вяленькое ну практически все выбродившее ну вот на этом все да кстати я внес пеногаситель потому как живу на пятом этаже ну и играть в рулетку сбежит не сбежит дорогое удовольствие если интересно что будет с этим затором дальше как я буду его перегонять и что буду делать пишите снимем продолжение а на этом буду заканчивать да кстати при затирании один нюанс когда затираете никогда не подавайте большую мощность на тен потому как все равно частицы даже после базуки небольшие частицы есть в сусле и в итоге они налипают на тен если подавать большую мощность то скорее всего пригорит а на этом теперь уж точно все всем до новых встреч пока